Самодельный мини-трактор и все к нему. Изготовление мини-трактора для домашнего и фермерского хозяйства позволяет в значительной степени облегчить выполнение многих видов работ, а также дает возможность использовать его в качестве транспортного средства. В статье подробно рассказывается, как сделать самодельный мини-трактор и все к нему. Создание самодельного мини-трактора. В частном доме, на участке земли и в поле у хозяев имеется большой объем работы. Существенную помощь может оказать использование средств малой механизации. Обычно речь идет об использовании самодельный мини-трактор простых механических устройств самоделок приспособлений работающих на основе электрического мотора, мотоблока, мини-трактора. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что самостоятельно сделать трактор является очень трудной задачей на самом деле изготовления мини-трактора вполне реально. Для этого нужно выбрать подходящую конструкцию и использовать не только самодельные детали и узлы, но и покупные. Обратите внимание, при создании такой техники принесут существенную пользу навыки работы с металлом, в частности, сварки. Далее подробно рассматривается процесс самостоятельного создания такой машины. Конструкция мини-трактора Для того, чтобы сконструировать и собрать простой и надежный мини-трактор, первое, о чем нужно подумать, это мотор, который будет обеспечивать его работу. Здесь важно учитывать, что силовая установка нужна не только для передвижения трактора, она станет важным подспорьем при обеспечении работы навесных устройств. Основой, на которой должна держаться конструкция, будет металлическая рама. Ходовая часть трактора – это четыре колеса на двух осях. На заметку, установка гидравлики не является обязательной, однако она позволит сделать работу на тракторе гораздо более комфортной. Большое количество полезных в хозяйстве навесных устройств – это одна из важнейших причин для того, чтобы иметь мини-трактор. В конструкции в обязательном порядке должно быть предусмотрено использование трехточечной навески, которая необходима для надежного присоединения дополнительных устройств, из чего мини-трактор. Далее приводится описание основных систем мини-трактора для фермера или владельца частного дома. Выбор двигателя. Можно использовать двигатель от старого легкового автомобиля. Это могут быть ВАЗ, ГАЗ, АК или Жигули. Если в хозяйстве имеется мотоблок, то его двигатель также можно применить для этой цели. Для того, чтобы уменьшить шум при работе, применяют самодельный глушитель на мини-трактор. Также можно использовать гидравлическое устройство. Рама при создании рамы нужно использовать профильную трубу. Из нее можно сварить прямоугольную конструкцию с использованием поперечины, она станет основой для трактора. Размеры рамы мини-трактора подбирают в соответствии с его конструкцией. Существует еще один вариант изготовления, который называется «ломающаяся рама». Он представляет собой две рамы меньшего размера, которые соединены переходником. Ломающаяся рама Такую раму выгодно использовать с полноприводными тракторами, у которых есть самодельный передний ведущий мост на мини-трактор в дополнение к заднему. Выбирая, как сделать раму на мини-трактор, нужно учитывать его размеры и особенности конструкции. Описание схемы ходовая При установке ходовой системы нужно установить колеса, трансмиссию, передние и задние мосты со ступицами. При выборе колес необходимо учитывать задачи, для выполнения которых изготавливается трактор. Если это делается для решения транспортных задач, подойдут колеса диаметром примерно в 40 см. Если необходимо будет работать в поле, то имеет смысл использовать колеса большего размера для увеличения проходимости. Обычно ведущим делают только задний мост. Его берут в готовом виде от легкового автомобиля, например, от УАЗа или Москвича. При этом переднюю балку на мини-трактор изготавливают своими руками. Если есть такая необходимость, может быть изготовлен самодельный редуктор для мини-трактора. Установка гидравлика и гидросистема необходима при создании мини-трактора для того, чтобы обеспечить его управляемость. Это необходимо по следующим причинам трактором, на котором имеется гидравлика, легко управлять. В этом случае руль можно крутить практически без усилий даже одной рукой. Гидравлический привод дает возможность обеспечивать работу различного навесного оборудования. При наличии этой системы тормоза будут работать практически мгновенно. Важно! Гидравлика на мини-трактор своими руками не изготавливается. Ее покупают в готовом виде и устанавливают на трактор. Нужно понимать, что некоторая часть мощности двигателя будет тратиться на работу гидравлики. Поэтому ее не принято устанавливать на машину в том случае, если используется маломощный мотор. Нужен ли вам этот рабочий узел вала отбора мощности играет важную роль при использовании мини-трактора. Как известно, его применение главным образом состоит в транспортировке или для использования различных навесных устройств для работы. Некоторых из них нужен двигатель. При использовании вала отбора мощности энергия двигателя будет передаваться навески. Существует два основных типа ВОМа, зависимый, в котором вращение передается от движения колес. В этом случае как только трактор остановится, ВОМ перестанет вращаться. В независимом варианте вращение происходит на основе работы мотора и будет продолжаться даже в том случае, если трактор не перемещается. Если искать, какой гидромотор лучше поставить на самодельный мини-трактор, то можно использовать от ОПК или от мотоцикла ЭЗД. Изготовление трехточечной навески – этот узел очень важен для данной конструкции. Дело в том, что любое навесное устройство должно быть надежно присоединено к трактору для того, чтобы выполнять свою работу. Данный узел как раз предназначен для этого. Для качественной работы необходимо обеспечить подвижность этого узла как по горизонтали, так и по вертикали. Горизонтальный свободный ход важен при совершении поворотов. Вертикальный позволит устанавливать насадку в нижнее, рабочее или верхнее отключенное положение. Обычно для изготовления данного узла берут детали со старой сельскохозяйственной техники. Выбор и установка тормозов и сцепление. Для того, чтобы на тракторе имелись тормоза, рекомендуется взять такие, какие используются на УАЗе. Тормозные колодки потребуется установить так, чтобы они были на диске колес. Для управления ими применяют один из двух вариантов – педаль – рычаг. Их устанавливают в кабине у водителя. В качестве системы сцепления можно взять готовую, которая предназначена для использования на УАЗе или на Москвиче. Коробку передач, к которой нужно прикреплять сцепление, также берут готовых с какого-либо автомобиля. Установка рулевого управления создания руля в принципе может быть сделана самостоятельно, но оно представляет собой довольно сложную работу, без которой все-таки можно обойтись. Рули интересно. Обычно используют готовую рулевую систему, взятую с легкового автомобиля. Выбор прицепа обычно используется два основных типа прицепов – тележка, полуприцеп. Трактор возит ее за собой, перевозя полезные грузы. Также используется прицеп для мини-трактора самосвальный. У него поднимается дно с одной стороны, что дает возможность легко произвести разгрузку прицепа самосвала. Прицеп для мини-трактора самосвальный изготовить своими руками вполне реально, но его можно также приобрести. Выбор изготовления кабины, хотя самостоятельно изготовленный трактор вполне может, как кажется, обойтись без кабины, однако в зимний. В период ее необходимости становится очевидной. Поработать несколько часов на ветру и морозе – довольно трудное дело. Кабина на данном чертеже приведены типовые размеры. Перед тем, как работать над созданием кабины, необходимо подогнать их под размеры конкретного мини-трактора. Пошаговый алгоритм изготовления на первом этапе из деревянных рейк делают деревянный каркас, который будет основой конструкции. Профильную металлическую трубу режут в точности по размерам деревянных деталей. Металлические детали соединяют с помощью сварки. Требуется приварить на нужных местах держатели для стекол. Делают это, расположив сваренную конструкцию крыши на земле. Верхняя часть кабины крыши изготавливается из листа стали толщиной 1 мм. Пол и боковые части делают из стали в 2 мм. Вырезать сталь можно с использованием болгарки. Делают каркас дверей из профильной трубы. Потребуется использовать устройство для того, чтобы двери закрывались автоматически, а также для их запирания. Изнутри кабину прокладывают поролоном и закрывают кожу заменителем. Затем конструкцию приваривают к раме. Как сделается модельный мини-трактор? Для его изготовления необходимо определиться, для каких работ он предназначается. Затем нужно продумать чертеж и купить нужные покупные детали, которых в данной конструкции довольно много. После этого нужно изготовить и собрать трактор, в соответствии с имеющимся чертежом мини-трактора. Виды подвесного оснащения. Навеска для подсоединения дополнительного оборудования может быть сделана у трактора спереди или сзади. В первом случае это нужно для устройств, которые прикрепляются впереди трактора, например, от вала, во втором, для тех, которые должны быть прицеплены сзади, это могут быть, в частности, бараны, грабли или косилки. Изготовление собственного мини-трактора, хотя и трудная, но вполне реальная задача. Он полезен для автоматизации трудоемких хозяйственных и фермерских работ.